Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». Под председательством первого вице-премьера Карачаева Черкесии Хазыра Чекуева прошло заседание на повестке дня предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники. Главам городских округов и муниципальных районов было поручено принять меры по данным вопросам, запретить применение пиротехнических изделий и проведение салютов в помещениях, зданиях и сооружениях. Также был утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период, включая проведение крещенских праздников. Также на заседании подвели итоги обучения должностных лиц и проанализировали деятельность единых дежурно-диспетчерских служб Карачаева Черкесии за 2023 год и наметили план работы. Сегодня мы хотели остановиться на том, чтобы акцентировать внимание на возможном нештатном ситуации, которое может произойти, насколько это приятно, сколько есть в этом случае, и насколько мы сейчас должны делать длительные мероприятия, чтобы избежать какие-то последствия. С 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Согласно законодательству, общественный контроль за выборами осуществляется общественными палатами регионов. В Черкесске прошло заседание общественной палаты Карачаева Черкесии по подготовке к предстоящему событию. На нем обсудили комплекс мер, направленных на проведение обеспечения открытости выборного процесса. В штабе общественной палаты сформированы и уже осуществляют работу группы информационно-юридическая, мониторинговая, экспертная и мобильная. Руководители групп доложили о своей работе и выразили готовность содействовать осуществлению всех избирательных прав граждан при проведении выборов. Мы все с вами активно работаем и, по существу, эту работу продолжаем уже в течение года. Общественный штаб, который активно работал весь сентябрь месяц, а также вел подготовку общественных наблюдателей, начиная с июня месяца. И эксперты все работали у нас, спасибо им большое, начиная с мая месяца. Поэтому мы с вами сейчас только перезагружаем нашу работу и начинаем новый этап работы общественного штаба. Под председательством заместителя начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике полковника полиции Эдуарда Чумаева в территориальном органе прошел семинар-совещание с должностными лицами субъектов топливно-энергетического комплекса, осуществляющих деятельность на территории региона. С основным докладом выступил начальник отделения государственного контроля территориального управления Магомед Атабеев, который проинформировал собравшихся о результатах реализации контрольно-надзорных функций обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Также в ходе совещания до участников была доведена информация о проводимых профилактических мероприятиях в текущем году об изменениях в законодательстве РФ в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и планах на будущий год. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Учиться на отлично, заниматься спортом, музыкой и все это вполне возможно совмещать. Придерживается такого мнения и гость нашей программы, ученик шестого класса восьмой школы Черкесска Рамазан Псиунов. С ним встретилась Светлана Шаганова. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рамазан, я приветствую тебя в нашей студии. До нашей программы я ознакомилась с твоей биографией и была удивлена. Да. Знаешь, все как в фильме «Кавказская пленница». Ну, может, ты такой фильм и не знаешь? Там говорили «Комсомолка», «Спортсменка» и «Просто красавица». Вот ты такой активист, спортсмен, просто красавец. Теперь расскажи о своих увлечениях. Вот я знаю, что ты активно занимаешься спортом, да? Да. Каратэ-до, да, насколько мне известно. Скажи, сколько времени ты уже занимаешься этим видом спорта? Ну, каратэ я занимался 3-3,5 года. Каратэ-шатакан, либо же сятакан. Почему ты выбрал именно этот вид спорта? Я сейчас в данный момент хожу просто на джюдо, а я до ходила. До джюдо ты занимался каратэ-до, да? Ну, вот чтобы было всем понятно, и мне в том числе, чем отличается каратэ-до, к примеру, от каратэ-киокусинкай, да? Там, по-моему, и руки у тебя, да, работают, да, каратэ-до? Ну, в каратэ-до, да, и руки, и ноги работают. Ты пришел сегодня с медалями, с дипломами. У тебя, я так поняла, очень хорошие успехи, да? Уже такой значительный багаж, наград, да? У тебя есть и золотая медаль, и серебряная, да? Теперь расскажи о своих наставниках, тренерах. Наверное, благодаря им ты достиг таких больших успехов. На данный момент мои тренеры – это Кишмахов Муса и Тикеев Мурат. А самый главный тренер, если так можно выразиться, – это Саидов Ренат. Саидов Ренат. Ты, в общем, на него равняешься, да? Да, я хочу стать чемпионом по дзюдо в России. Молодец. Ну, для начала в России, а потом можно и уже и далее. А потом можно и уже по миру. И по миру проехать, да? Я очень рада, что у тебя все-таки есть вот кумир, да, на которого ты равняешься. Но спорт – это одно. Я знаю, что у тебя несколько хобби, да, наверное? Да. Ты играешь в шахматы? Да, я три года профессионально занимался шахматами. Ходил в школу по шахматам. Там я учился новым тактикам, правильным, так сказать, ходам. Вот, и до сих пор я могу сыграть партию с кем-либо. Ну, главное, кто твой соперник? Я знаю, что ты и с мамой играешь, да, в шахматы? Ну, это, конечно, редко, но тем не менее. А маму как ты оцениваешь, вот, способности мамы? Способности мамы, честно говоря, оценить я не могу. А кто кого-то обыгрывал? Ты или мама? Я думаю, вы понимаете, что, конечно, я. Ну, конечно, ты уже, можно сказать, профессионал, да? Отлично. Рамазан, но шахматы тоже, это не предел. Я знаю, что ты играешь на синтезаторе, то есть это электронное фортепиано, да? Да, да. Скажи, пожалуйста, ты сам обучаешься, либо у тебя есть учитель? Нет, я обучаюсь играть сам. Ну, вот как ты для себя решил, вот, купите мне синтезатор, я хочу играть на фортепиано? Ну, мне, во-первых, нравится звук пианино, вот, а во-вторых, мне нравится играть на самом инструменте, нравится нажимать на клавиши. Ну, как ты вот сам в интернете прочитал, как нужно обучиться? Ну, да, в основном я учусь в интернете правильно подбирать ноты и играть с вами песни. Какие-то уроки смотришь, да, в социальных сетях, да. Ну, и на ком этапе ты уже как-то играешь? Произведения или только песни? Ну, я, наверное, где-то средний игрок, а играю только песни. Песни, вот. Так ты, наверное, еще и поешь или нет? Ну, к сожалению, не пою. Не поешь, да? А какие все-таки подбираешь ты песни? Вот, какой репертуар тебе нравится? Ну, определенного репертуара у меня нету, ну, мне нравятся песни 80-х, такие как, там, «Седая ночь», «Ласковый май», вот, и другие. Какие? Ну, наверное, песни, вот это песни моей молодости, можно сказать. Я в это время училась в школе и тоже любила группу «Ласковый май», вот. Наверное, нравятся твоей бабушке эти песни? Ну, я думаю, нравятся. Так, я знаю, что ты не только играешь на фортепиано, но ты еще рисуешь. Я видела вот фотографию, ты нарисовал свою маму и подписал «Моя мама адвокат». Верно. И ты знаешь, мама очень похожа на той картине. Скажи, вот, как долго ты рисуешь? Ну, вообще, рисую я лет с 8. Ну, это так, знаете, как обычно дети рисуют, все, всякие каляки-маляки, так сказать. Вот. А рисовать более качественно я начал где-то с 10 лет. И по сей день продолжаю рисовать. Ну, ты уже сам обучаешь себя, да? Да, да. Вот ты даже принес свои наброски, да? Да. Вот, такие наброски. А что ты изображаешь? А, вообще, я в основном рисую игры и мультсериалы. А, игры. Да. Так, это игры у тебя компьютерные, да, я так поняла? Да, верно. Это герои компьютерных игр у тебя? Да, да. Так ты еще играешь в компьютерные игры? Да. Так они не вредны, компьютерные игры? Ну, лично я считаю, они не вредны. Не вредны, да? Ну, ты, наверное, не постоянно играешь, да, вот? Ну, не постоянно. когда ты успеваешь делать уроки ну у меня в принципе находится время для этого вот откуда время если ты после уроков пошел куда пошел заниматься спортом да потом в свободное время играешь на фортепиано рисуешь ну на спорт я хожу до уроков с утра на фортепиано я выделяю время вечером когда уже сделал уроки прихожу домой кушаю отдыхаю и делаю уроки да и свободное время рисуешь и да 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 еще и лепишь вот ты принес своих героев так это тоже наверное из компьютера да это герой из компьютерной игры 5 на честь фредди это ты его из чего сделал на пласта нет воздушный пластилин так а это из пластилина да да это уже знаешь больше как на космонавта честно похож но он просто в капюшоне так это тоже из компьютерной игры да герой из мобильной рамазан скажи пожалуйста вот сейчас твои сверстники да сетуют на то что сдают много уроков они не успевают даже выполнять уроки да да а ты вот пример для всех что ты и учишься на отлично староста класса занимаешься спортом творчеством и все успеваешь да оказывается все возможно да это так ты уже в шестом классе а вот какой предмет тебе в школе нравится ну если не считать физическую нагрузку ну то есть физкультуру мне больше всего нравится урок ну скорее всего изобразительного искусства а как математика обычно не любит математику ну математику не сказать что я прям ее так обожаю но но все я не стараюсь делать да стараешься все выполнять по программе кем ты хочешь стать какую наверняка ты уже мечтаешь о какой-то профессии да расскажу ну если честно я еще не выбрал профессию я хочу бизнес так сказать а ты хочешь стать бизнесменом да но для начала все равно нужно поступать в вуз это конечно да это обязательно но это хорошо быть бизнесменом тем более таким спортивным творческим ну кто из нас не хочет быть бизнесменом ну конечно да я в свою очередь хочу пожелать тебе огромных успехов как в учебе спорте в искусстве чтобы все твои планы и мечты реализовались и все исполнилось спасибо тебе огромное что ты сегодня принял участие в нашей программе уважаемые телезрители гостям нашей программы сегодня был ученик 8 школы черкеска рамазан псиунов я желаю вам всего хорошего и до встречи на этом субботний выпуск вестей подошел к концу приятных вам выходных и всего доброго до встречи на субботниках